В Пекине подвели итоги Международного фестиваля короткометражных фильмов. В проекте приняли участие свыше 100 молодых режиссеров из 25 стран мира. В своих киноработах они рассказали о впечатлениях от поездки по Китаю, церемонии награждения авторов лучших работ в Пекинском педагогическом университете. 101 короткометражка от молодых режиссеров из 25 стран мира. Международный фестиваль короткометражных фильмов проходит в Китае уже в шестой раз. По традиции участники в большинстве своем студенты профильных вузов отправляются в путешествия по Китаю, впечатлениями о котором после делятся в 10-минутных киноработах. В этом году авторам предложили сосредоточить внимание на этническом разнообразии страны. Лучше всего это, по мнению жюри, получилось у Дмитрия Коноплева из Израиля. Его микрофильм – история трех пастухов, посвятивших свою жизнь сохранению монгольских традиций. Победителя поздравили по видеосвязи. На церемонии встречи выступила сотрудница посольства Израиля в Китае Михаль Шварц. Для нас большая честь участвовать в этом проекте. Для студентов Израиля – это большой опыт. Они немало узнали о Китае, причем не только о Пекине и Шанхае, но и многих других городах. Уезжая, они обещали приехать сюда снова. Конечно, мы очень рады победе нашего соотечественника в этом конкурсе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество двух стран в рамках фестиваля. Я думаю, это прекрасная возможность для молодых людей попробовать себя в киноискусстве. Одновременно это отличный шанс побывать в Китае, узнать его изнутри. У истоков проекта стоял Пекинский педагогический университет. Автор идеи профессор Хуан Хуэй Линь уверена, у этого фестиваля есть свое лицо, а значит, есть и будущее. Нам уже шесть лет, и мы усиливаем влияние как в Китае, так и за рубежом. В 2011 году в фестивале принимали участие всего девять студентов Бостонского университета. В этом году у нас уже 101 участник из 25 стран. И их работы действительно поражают. Это другой взгляд на Китай. Иностранная молодежь замечает то, что мы сами часто упускаем из виду. Именно это так ценно. Вторым призом шестого международного фестиваля короткометражных фильмов в Китае жюри отметила работы молодых режиссеров из Канады и Норвегии. Семи Си Си Ти Ви.